Выливается грязь. Клеядка изменила меня с другим мастером. Прешу немножечко подумать о себе, знаете ли, и купить себе одежду. Перед началом данного видео, уже по традиции, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, поставьте колокольчик, напишите комментарий. Также переходите в другие мои соцсети, инстаграм, вк, телеграм. Там я больше, чаще и в режиме реального времени. Также я выпускаю риолсы, шортсы и так далее. Все это тоже есть и здесь на ютубе, и в инстаграме. Первую девочку на сегодня отпустила. И у меня еще должна была в 3 часа, через час прийти девочка на снятие. Она мне пишет, типа, здравствуйте, я опаздываю. Опоздаю сильно. Я говорю, ну, если вы сильно опоздаете, то я не смогу вас принять, потому что у меня в 15.30 следующий клиент. Она такая, ну, вот, что же делать, может быть, после. А после, чтобы вы понимали, мы там будем делать наращивание, плюс мы с ней всегда болтаем, плюс она всегда хочет какие-то супер дизайны. Поэтому я понимаю, что я освобожусь в 7-8. И, как бы, я не хочу после 7-8 еще сидеть и что-то там кого-то ждать, снимать и так далее. Вот. Ну, короче, я говорю, давайте в пятницу. Ну, таково эти пятницы, мне это неудобно мне до сегодня. Мне, в общем, это бесит. Я вот чего хотела сказать. Я предлагаю время, когда оно у меня есть. Это не значит, что, ну, как бы, и так, да, в 15 я принимаю человека, мы договариваемся, все. Ну, то есть то, что ты опаздываешь, это уже не мои проблемы. Окей, когда на процедуру опаздывают, я закладываю время. Но на снятие времени я не закладываю, ровно вот есть полчаса у меня, и все. Дальше уже я не могу. Ну, все, короче, она отказалась перезаписываться. Я вернула 200 рублей несчастных, и все. У меня вчера открутилась сережка. Я уже рассказала об этом в Телеграме. Подписываемся. Самореклама немножечко. И просто я до этого пыталась снять его, у меня не получалось вот этот открутить шарик. И в итоге просто я вчера умываюсь раз, и у меня откручивается шарик, заскальзывает сережка, выпадает. Я вставила себе новую. Выглядит странновато, но мне как будто бы нравится даже. Без волос, если я с хвостиком, без челки, смотрится странно. Но так, с волосами, вроде бы даже ничего. Еще, я сейчас пойду на вагрис снова. Я заказала снова три свитера. В общем, какой-то из них я куплю, наверное. Также я заказала зимние ботинки. Тоже заказала три штуки, выберу одни. Мне нужны с мехом теплые зимние ботинки. И еще заказала чепчик такой с каким-то завязками широкими, чтобы можно было горло перематывать. В общем, посмотрим. Он как-то на фотках странно выглядит. Не знаю, подойдет мне или нет. Ногтевые покупки я пока не заказываю. Я себя останавливаю, потому что я купила очень много всего в том месяце. И вообще за предыдущие пару месяцев, пока я вставляла кабинет, Я купила просто кучу вещей в кабинет, кучу вещей для маникюра. Я подумала, что пора остановиться. У меня, конечно, есть желание купить аэрограф. Но пока что я себя останавливаю и покупаю что-то такое необходимое. Типа там фрезы, не знаю, какие-то расходники, которые заканчиваются. Так, пока больше для маникюра покупать ничего не хочу. Решила немножечко подумать о себе, знаете ли, и купить себе одежду. Смотрите, какая у нас красота на улице. Просто я в шоке. У нас выпал снег за ночь буквально. Очень красиво. Я обожаю снег, потому что в Новосибирске уже сугробы обычно в это время нет. Просто в Москве снега очень мало. Единственное, конечно, побочка. Это вот такая вот ситуация. Я считаю, что снег того стоит. Это я сходила на Валберис. Просто буквально 5 минут от моего дома. Вот так вот я вся промокла. Что я в итоге купила? Чепчик этот мне в итоге не подошел. Но вы видели, как-то странно смотрится. Если бы у меня, возможно, не было челки, было бы прикольно. А так он, получается, подметает вот так вот всю челку, приминает. И потом я снимаю. У меня просто, ну, короче, некрасиво. Ботинки я в итоге взяла одни с такими перепонками. Сейчас я вам их покажу. И свитер я взяла серый. Потому что другие два. Я подумала, что вот этот я купила похожий. Тоже такой, типа, плюшевый. Купить еще один такой же как-то зачем? Вот этот светлый. Он какой-то желтый опять. В общем, в этом свитера я оставила, взяла только серый. Для маникюра все-таки мне что-то пришло. Я заказывала уже неделю назад. Даже забыла. Вот эта подставка. Сейчас вам покажу. Ну, что там у меня деревянная стоит. И она как-то не очень подходит под интерьер. Ну, то есть дерево сейчас под мой серый вообще никак. Там все белое, серое, черное. Вообще никак не смотрится. Поэтому я купила вот такую подставку. Она что-то стоила 50 рублей. Шла вот ко мне неделю. Ну, такая пластмассовая, обычная. Нормальная. И цепи на самом деле не очень мне понравились. Золотой какой-то вот прям, как сказать, желтый прям цвет. И вот тут вот тоже какой-то желтый-золотой. Но отказ был 100 рублей, поэтому я решила взять. Вот такие ботиночки я купила с перепоночками. Мне нравятся и перепоночки. Подошву, вот эта вот застежечка. Вот так она выглядит, мне нравится. Короче, прикольные. Вроде и простые, вроде и непростые. И покажу мой итоговый лук на сегодня. Надела такую, типа, манишку-капор. Не знаю, как назвать. Я заказывала у девушки на Авито. Ее в прошлом году. Вот этот пуховик, я его покупала на Ватберес. И он офигенный в том плане, что у него идеальная длина. Все придатки прикрыты, попочка прикрыта. Но при этом он не длинный, потому что в такую слякотную погоду, когда такая грязь на дорогах, с длинным у меня уже... Вот я дошла на Ватберес, у меня уже все грязное внизу. Это моя сумочка от Moschino Jeans. Я ее покупала на винтажном маркете, я ее обожаю. Ее ношу постоянно. Она офигенная. Она, конечно, не дешевая, но офигенная. Вот. И, значит, юбка. Я ее покупала в фамилии. Такая вот. У меня сегодня какое-то блатливое настроение. Я уже кучу наснимала контента за сегодняшнее утро. У меня залетел в Инстаграме Рилс. Ну, я считаю, залетел. Шесть тысяч просмотров. Но для моего Инстаграма это очень даже хорошая цифра. Плюс на Ютубе, блин, уже что-то миллион восемьсот. Залетело видео, я вообще в шоке. И я сейчас хочу попить кофе. У меня клиентка в четыре часа, у меня еще есть время. Попью кофе, потом поеду в кабинет. И сегодня я хочу поснимать процесс. Гризонтально, не только для рилсов. Но приснимать гризонтально, показать. Потому что мы просили, я что-то как-то забивала на это. Она всегда делает что-то интересное. Всегда какие-то супер дизайны. Она мне уже скидывала референсы. Так что в этот раз я вот покажу видео. Но опять же, я все замонтирую. Я не собираюсь, знаете, включать камеру и три часа показывать процесс, снимать. А потом все это вырезать. Потому что иначе, ну, память на моем телефоне просто скажет мне пока. Я сниму основные моменты, скорее всего, ускорю, чтобы был понятен смысл. Но именно делать какой-то там, знаете, полноценный мистер-класс я не собираюсь. Вот так вот было. И вот так вот стало. Изменения, конечно, не колоссальные, но они есть. Кстати, я еще сейчас хожу в кабинет в бахилах. И всем клиентам говорю надеть бахилы. Все равно вот какой-то мокрый след есть. Но без них вообще все грязно. Я капец как устала. Это просто какой-то кошмар. Я сплетаю волосы, хочу даже домой поехать на такси, потому что у меня просто нет сил. Мне хочется здесь сесть и заснуть на этом кресле. Завтра с утра буду что обратно ехать. Зачем мне ехать? Уже 9 вечера. Мы делали просто очень долго, потому что у меня было много референсов. Она не знала, чего она хочет конкретно. И очень долго думала. И, в общем, это все затянулось просто на какое-то невероятное количество времени. Причем, то есть, дизайнами она заняла много времени. Нарастила я довольно быстро. И сняла я, нарастила. То есть, довольно быстро, как обычно. Но из-за того, что дизайн, из-за того, что человек не знает, что он хочет конкретно. Это заняло до века времени. Я дико устала. Я еще хотела снимать. Я поснимала, но там, блин, в половине кадра просто моя голова. Моя голова. Она залезает в кадр, и там ничего не видно. Я отпустила девочку. Делали мы 3 часа 20 минут. И у нее вообще... То есть, она опоздала, во-первых. Во-вторых, у нее была сложная ногтевая пластина. У нее... Я не знаю, как это описать. Короче, вот идет прямо. И вот здесь вот такой бугор. И ногт сам растет вниз. И это было очень сложно. Я, короче, намучилась тем, что у нее были 3 пальца целых ногтя. А я начала снимать, смотрю, типа они целые. Думаю, ну ладно. Зачем перенаращивать эти 3 ногтя, если они и так нормальны. Но в итоге я с ними намучилась. Я их выпиливала. Я их делала похожими на все остальные, которые я нарастила. Короче, это был ужас. Это было тяжелее. Я бы гораздо быстрее сделала, просто нарастив сама. А еще вчера клиентка изменила меня с другим мастером. В общем, она у меня вчера была. Приходит снова манекируем другим. У меня она не была 2 месяца. Такая вот, типа, сходила там. Ля-ля-ля. Типа, надо было срочно. Но в итоге я поснимала очень долго, потому что там налили геля. Но в итоге вернулась ко мне. Мне, конечно, приятно, чтобы мне возвращаются. Девочки, показываю вам еще покупки, которые я совершила на выходных. На Черной Пятнице мы ездили в авиапарк. И там я купила снова покупочки. Ну, точнее, мне купил парень покупочки. Снежана тут прям тут как тут. Первый, вот такие ботиночки. Отойди. Они на платформе. Очень тепленькие. Сделаны типа как Уги, но не Уги. Очень мне они понравились. Сейчас покажу, как смотрятся на ноге. Вот так вот они выглядят на ноге. Я взяла именно с замшей в рандеву со скидкой что-то по Черной Пятнице за 8000. Еще нашла в Ушатаве идеальный чипчик, но он был без скидки, он 4000 рублей. Ну вот оно и видно, что 4000 рублей. Вот тот с Веберис был 1800. И там ужасный вот этот вырез вот так вот закрывает, все поднимается. Здесь, вот видите, потрясающе. Челочка вся наружу, все красиво сбоку, очень красивая форма. Мне нравится. И, естественно, вот это все вот так вот закрывается, да. Получается такое гордышко, гордышко прикрыто, ушки прикрыты, все закрыто, все тепло. Короче, сейчас я шла в офис, это просто трэш. В общем, там есть светофоры и сверху мост. И ты проходишь под мостом, как бы переходишь дорогу. Вот горит зеленый, я начинаю переходить и просто смотрю, бабулька передо мной, на нее вот так вот грязь, короче, из этого моста летит, керемешку с водой. Я думаю, ну ладно, сейчас типа пережду, пропаду в этот промежуток. Там, видимо, ездят машины, и вот эта излишняя влага, она, короче, выливается из моста на людей, которые снизу, то есть на нас. И в итоге я прохожу, и просто у меня на спину, блядь, выливается грязь, извините за мат, и просто по-другому никак. Выливается грязь вот с этой водой. Это просто трэш. И лужи по колено, грязи спит в перемешку. Я даже не знаю, я в новых ботинках, блин, все в грязи. Короче, я такая злая, что-то. Это я вам в начале блога радовала снегу. Есть и хорошие новости. У меня сегодня покупают барный стул, который первый я покупала без регулятора высоты. Наконец-то, потому что я разместила объявление уже где-то месяц назад, и никто его не покупал. Ну, не месяц, две недели где-то назад. Вот, наконец-то его купят. Девушки, последние покупки на этот влог. Конечно, что-то для работы я заказала, но это чисто то, что закончилось. Во-первых, антисептик, такую огромную бобину. И тут есть вот такой вот маленький. Я думаю, что я буду просто вот сюда переливать и брызгать. Я им стол брызгаю, и, соответственно, руки клиентов и свои перед монитором. Дальше у нас фрезы снова для снятия. Из-за того, что я снимаю объемный дизайн и всякие вот такие вот штуки, мне нужно много фрез для снятия. Еще вот такая вот фреза. Вот такие я заказала для выбиливания своего ногтя. Посмотрим. У нас стоил, что около 500 рублей. Окей, посмотрим, какая она будет. Самая главная покупка. Еле как дотащила. Это пуфик. Теперь не для работы, а для дома. Я решила сделать свое место дома, где я крашусь, делаю прически. Вот. Поэтому сейчас вам покажу. Ну, короче, вот такой вот черный пуфик. Просто обычный, мягенький, махровый. Только, конечно, я сейчас только поняла, что он весь будет в снижаниных волосах, скорее всего. Вот здесь вот снизу все будет в волосах. Что-то, когда я заказывала, я не подумала о том, что надо заказывать какой-нибудь не велюровый, а кожаный. Вот такое мое место в итоге получилось. В общем, тут у меня фен, штучки для косметики. Косметики какие-то. Также я здесь буду шить зеркало. Вот так вот. Этот стол у нас раньше стоял в зале, теперь будет стоять здесь. Я буду садиться и краситься. Этот влог у нас получился больше домашним, с покупками для меня, для дома и так далее. Напишите, как вам. Оставляйте свои комментарии. Спасибо вам за просмотр. Если вы вообще досмотрели до этого момента, спасибо вам большое. Всем пока!